Депутаты районного совета, депутат областной думы Владимир Шапкин, общественная палата, управляющий компанией, совет ветеранов от всех жителей Щелково требует разобраться с неожиданно начисленными долгами трехлетней давности в едином платежном документе от МОСОБЛ ЕРЦ. Для тех, кого это не коснулось. Осенью часть жителей Щелково, а именно 11 740 абонентов, получили от МОСОБЛ ЕРЦ единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг, в который включен некий долг прошлых периодов. Как выяснилось позже, речь идет о задолженности по услуге отопления в адрес компании ЩКС, Щелковские коммунальные системы, ныне теплоцентраль, за период ноябрь-декабрь 2015 года. Позиция, конечно, отрицательная. Почему? Потому что, когда все проблемные вопросы решаются в срок, всеми заинтересованы сторонами, тогда есть порядок. Сегодня ситуация, к сожалению, получилась все наоборот. Теплоцентраль, как организация теплоснабжающая, должна была, конечно, долги жителей взыскивать непосредственно отдельными платежными документами. И отдельно должна была проводиться эта процедура, а не включать их в единый платежный документ. Это моя позиция. Совет депутатов уже собирал круглый стол на эту тему. Отправил запрос в Мособл ЕРЦ, в прокуратуру. Ответ расчетного центра депутатов не удовлетворил, и они потребовали дополнительных разъяснений от руководства головной организации. В Щелковском офисе на площади Ленина-3 встретились с заместителем директора Мособл ЕРЦ Глебом Латыповым. Понимая всю эту ответственность, мы отвечаем по каждому лицовому счету, то есть переводим все вот эти сейчас возмущенные вопросы в плоскость персонального разбирательства. Депутаты высказали претензии по тому, как организовано информирование жителей. Выяснять правду, в том числе получать разъяснение, что долг действительно есть, жителям приходится в индивидуальном порядке, отстаивая многочасовые очереди в офисе Мособл ЕРЦ. Депутаты предложили привлечь к этой работе управляющие компании и, разумеется, местные средства массовой информации. По словам Глеба Латыпова, их организация в этом также заинтересована, поскольку скандальная ситуация в Щелкове сильно подорвала имидж Мособл ЕРЦ. Похоже, что там не ожидали такого общественного резонанса. Сейчас приходится работать в усиленном режиме, привлекать дополнительных специалистов. Я готов здесь в ежедневном режиме находиться, то есть пока мы эту ситуацию не вырулим. Безусловно, это тяжелый вопрос доказать, показать, продемонстрировать и донести до жителя ту ситуацию, которая была, то есть некое восстановление памяти. На сегодняшний день, по словам Глеба Латыпова, больше половины квитанции с долгами жители уже оплатили. Он еще раз напомнил, что единый платежный документ не предусматривает самостоятельной корректировки, то есть вычеркивать долг и оплачивать остальные статьи нельзя. Внесенная сумма распределяется по всем статьям. В результате все поставщики услуг недополучают свои деньги. Огромное спасибо жителям, которые действительно относятся очень ответственно к вопросу исполнения собственных обязательств. Жители, наверное, все-таки отвечают по тому вопросу, что им в свое время были не начислены эти деньги. То есть они услугу получили, но ее не оплатили. И только в этом случае, ну, как бы честно, будет оплатить услугу, которая была получена. Депутаты вопрос оставят на контроле, по крайней мере до тех пор, пока не спадет общественный резонанс вокруг доначислений. Ну а теперь о том же более подробно. Те, кто смотрел наш спецрепортаж «Платить или не платить» о доначислениях за прошлые периоды по услуге отопления, помнят, что при его подготовке нам не удалось получить актуальные комментарии Мособл ЕРЦ. В нашем распоряжении был только релиз от 1 ноября, опубликованный на официальном сайте. В середине декабря у нас, наконец, появилась возможность задать руководству расчетного центра свои вопросы. Итак, вопрос первый. Кто и почему инициировал выставление жителям доначислений по теплоснабжению? Как рассказал замдиректора Мособл ЕРЦ Глеб Латыпов, эту работу в рамках заключенного соглашения заказала компания «Теплоцентраль», которая недосчиталась денег за оказанную услугу. Выставлено начисление, доначисление за тепло, которое было, поставлялось по жителям определенных домов на протяжении двух месяцев, в 2016 году без фактического начисления. Этот факт выявлен со стороны «Теплоцентральной», адресован в наш адрес, и мы, соответственно, произвели всю эту работу. А вот как в Мособл ЕРЦ объясняют природу происхождения долга по услуге отопления за ноябрь-декабрь 2015 года. Это связывают с периодом, когда областной расчетный центр заходил на смену местной организации ООО ЕРКЦ «Щелково». Он стал ее правоприемником, соответственно, принял на себя все обязательства предшественника. Здесь произошла не совсем корректная передача базы данных от предыдущего платежного агента «Щелковского РКЦ» в наш адрес. То есть на моменте передачи часть начислений, либо обязательств конкретных жителей были не переданы. Или переданы некорректно. Вместо того, что житель был должен за тепло, передали, что у него, например, переплата. То есть авансовые какие-то, хотя денежных средств в адрес платежа по теплоцентрали, либо выставленных, скажем, платежных документов не присутствовало. То есть была либо преднамеренная, либо случайная передача некорректной базы данных. Претензии некому предъявлять уже? ЕРКЦ «Щелково» расформировано. Не претензии, не претензии. Мы не берем за принцип перекинуть ответственность. Ввиду того, что начисление по сегодняшний день и ответственным агентом на территории «Щелково», как и на территории, большей территории Московской области является наша организация, мы понимаем, принимаем на себя все это ответственность. Мы озадачены на этой проблеме, мы над ней работаем. Почему люди должны сейчас отвечать за ошибки вашей организации, за вот эти ошибки в начислении? Давайте все-таки отфиксируем ошибки не нашей организации, а, скажем так, некорректных данных, которые были переданы, либо преднамеренная, подчеркну, либо, я не знаю, по какому умыслу, в наш адрес. Мы начали с чистого листа, взяв те входные данные, которые получили от предыдущего агента, занимающегося данной работой на этой территории. Соответственно, ошибка произведена не нами. Мы заходили на территорию, процесс был сложный достаточно. Где-то нас не совсем, возможно, хотели в рамках реализации данного проекта, возможно, какие-то, я не знаю, другие основания, может быть, служили какими-то мотивациями всего этого процесса. Но факт остается фактом, причем это не повсеместно. До начисления произошло из 52 тысяч лицевых счетов на территории Щелково, произошло по 12 выверка и четкое выявление. То есть, возможно, это частично некорректно переданы данные. То есть, примерно пятая часть абонентов оказалась в должниках по вине, допустим, что ЕРКЦ Щелково. Глеб Латыпов утверждает, что сегодня, прежде чем выставить им платежки с доначислениями, база данных тщательно проверялась и их организацией, и теплоцентралью. Безусловно, начисления – это не наша прихоть, это не наши внутренние какие-то там, скажем так, расчеты. Это те данные в соответствии с выверкой теплоцентрали, которые были получены и зафиксированы. По каждому лицевому счету, по каждой квартире проведен детальный анализ. А многие смогли доказать отсутствие долга за вот этот период из тех, кто к вам приходит, с кем вы работали? Вы знаете, это возможно при наличии платежных документов, при первичке, когда есть начисления, которые зафиксированы в нашей системе, но нет денежных средств, которые мы не видим, что он оплатил. Чем больше мы пытаемся клубок распутать, тем больше он запутывается. Получается, кроме тех жителей, которым действительно не выставлялись начисления за теплоснабжение, есть еще вариант, что начисления были и люди их оплачивали, но эти деньги могли просто исчезнуть в неизвестном направлении. А вот это уже вопрос к правоохранительным органам. Помимо начислений, нам были переданы также и реестры оплат, которые произвели жители. Вот есть жители, по которым, скажем, тоже произвели оплаты, а деньги к нам не дошли. Вот по таким жителям, безусловно, мы встаем в первую очередь на сторону жителя и принимаем эти первичные документы в рамках рассмотрения и учета его в текущих начислениях. А как-то так деньги к вам не дошли, если жители оплатили? А вы спросите Щелковской РКЦ, как так многие миллионы не дошли до, скажем, конечных потребителей? Ну, что я могу сказать? То есть, слава богу, что у нас все ходы записаны, у нас все это отражено. Мы также попросили Глеба Шамильевича прокомментировать представление прокуратуры в адрес Мособл ЕРЦ о незаконном порядке до начислений. Не на основании наличия задолженности у каждого конкретного потребителя, а пропорционально занимаемой площади к общей сумме ДОП-соглашения между Теплоцентралью и Мособл ЕРЦ. То есть, 40 миллионов рублей разделили на 11 740 абонентов. Это не соответствует действительности. Как минимум, ответ прокуратуре в рамках вот этого запроса, представления, которое было обращено в наш адрес, было со стороны генерального директора ответ подготовлен. И в каком объеме на сегодняшний день устраивает это, либо нет, прокуратуру я пока не в курсе. Но еще раз подчеркну, деление суммы пропорционально, просто вот так вот чехом на общий объем, жителей не произошло. Для того, чтобы это не было значительным увеличением платежа для наших граждан, было принято первоначальное решение произвести доначисление, разбив эту сумму на два месяца. В дальнейшем от этого предложения было решение отменено, и, соответственно, начисление было произведено целиком, полностью во всем объеме. То есть, сейчас уже никаких дополнительных доначислений жителей Щелково в следующих периодах не ожидает. Более того, как рассказал Глеб Латыпов, Мособл ЕРЦ совместно с Теплоцентралью проводят дополнительные выверки базы данных. И в итоговом ЕПД за декабрь некоторым абонентам цифры могут быть скорректированы в сторону уменьшения. Сейчас мы дополнительно уже, в принципе, по факту сегодняшнего дня провели еще раз уточнение. Более того, корректировочные начисления будут уже, жители увидят, вот прям буквально в платежках, которые поступят в декабре. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы вот тот вал негатива, либо возмущения, но снять и дать максимальное разъяснение. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково»